Привет, друзья! Итак, 8 января 2018 года Department of Transportation США полностью запретил использование бумажных бортовых журналов. Это мой журнал за декабрь, это мой за январь. Дата запрета была определена еще год назад, то есть еще год назад DUT сообщила о том, что 17 декабря 2017 года эти журналы будут запрещены. Но так как не все успели их поменять, то срок был продлен как-то до 8 января. Итак, 8 января произошел полный запрет на использование бумажных бортовых журналов, и теперь все грузовики, которые платируются в США, должны быть оборудованы электронными бортовыми журналами. Как это коснулось меня, и как это коснулось моих друзей, других водителей. А, надо сказать, что Америка это первая страна, которая ввела эти самые бортовые журналы, то есть задолго-задолго-задолго они были введены в других странах. В США пользовались этой системой 24-часовой рабочий день, был разграфлен на 15 минут, и каждые 15 минут нужно было чертить определенную линию, что ты делаешь. Если ты отдыхаешь, значит линия проводится на том, что не работаешь. Если грузишь машину, проводится линия на том, что ты работаешь, но не едешь за рулем. И если за рулем, то едешь за рулем. Если отдыхаешь в спальнике, проводишь линию на том, что ты отдыхаешь в спальнике. Еще 10 лет назад я подробно в видеоролике рассказывал, как правильно заполняется бортовой журнал. Но когда я сам учился в автошколе 18 лет назад, уже тогда некоторые компании пользовались электронными локбуками, и водители из этих компаний говорили, как классно, нам нужно заполнять этот журнал. И сам я думал, как бы мне попасть в такую компанию, в которую не нужно заполнять этот бортовой журнал. Ну что это за морока такая? Каждый день чертить эту линию, вспоминать, где ты был последние 15 минут, где ты останавливался, откуда выехал, куда приехал. Как хорошо, когда за тебя-то сидел с компьютера. Такую компанию я не нашел. То есть всегда, где бы я ни работал, я заполнял этот журнал. Заполняется он несложно, это все легко и просто, но самое главное, что его всегда можно заполнять в свою сторону. Когда у меня очень много работы, и я нарушаю время труда и отдыха, то есть я всегда, то есть я нарушаю свою сторону. Как мне надо, так я заполняю. Понятно, что это можно делать аккуратно, безопасно. Тогда, когда уже день прошел, и ты точно знаешь, что это никто не перепроверит. Я в своей жизни был в три раза вставлен и остранен от руля за нарушение труда и отдыха. Все три раза прошли без штрафов, но я был вынужден стоять в общей сложности 30 часов. Вот то, что Бальцерки находил нарушение. Как это коснулось меня? Я работаю в компании. То есть я наемный работник и подневольный человек. Право компании определяет ее хозяин. Еще год назад, когда ДиУТ сообщил о том, что бумажные бортовые журналы будут отнимены, я первым делом побежал к самому начальнику, сказал, что мы будем делать, как жить дальше, как работать. А он мне сказал, что это не твоя забота. Ну, хорошо, не моя забота, не моя забота. Целый год я вам об этом не напоминал. С 7 января накануне мне позвонил мой друг и спросил, ну, Серега, как тебе коснулось этот переход на электронный локбук? Я говорю, а у нас компания молчит. Босс сказал, что это не мое дело, это его компания, его машина и его проблемы. Он говорит, а вот ты представляешь, вот у нас, значит, так. Мой друг работает в компании, которая перевозит мебель. Но не только мебель, а когда человек переезжает из одного дома в другой, он заказывает большой грузовик. То есть тем больше у него имущества, тем больше машины он заказывает. Ну, например, вот полноразмерный 7-й трак. Так, загружает эту машину сам водитель, в данном случае мой друг и его брат родной, то есть они работают вдвоем. Вот они загружали эту машину в течение, скажем, 6 часов. Загрузили, вот в этом варианте, бумажном. То есть отъехали куда-то на трак-стоп, в безопасное место, и встали, отстояли свои положенные 10 часов. То есть в трак-стопе можно поесть, попить, постираться, посмотреть кино, отдохнуть. Тебя туда не понесголят. Пришли, сели в кабину, электронный локбук говорит. Извините, все, ваше время кончилось, через 5 минут вы обязаны встать на 10-часовой отстой. А что делать? В том месте, где они загружаются, грузовиков вообще не должно быть. Одно дело, когда ты загружаешь машину, и все окружающие это понимают, что человек переезжает в очень богатый район, богатые дома, богатые машины, богатые люди с хорошими связями. Но как только ты загрузил машину, ты должен убраться из этого района. Но твой локбук говорит, что ты не имеешь права ехать дальше. И нарушение происходит в любом случае. Или ты остаешься на этом месте, и тогда у тебя будет проблема с местной полицией, которая подъедет и скажет, что ты не имеешь права встать, ты должен уехать сюда-то там. А ты скажешь, что я не имею права ехать, у меня переработка, я не имею права находиться за рулем. А местному полицейскому, в принципе, это по барабану, ему главное очистить улицу. Получается вот такой конфликт интересов. То есть, и на вам, и на себя водители. Так. Да, кстати, я Домодургышин сказал о том, что везде все забито в грузовиками. То есть, ты едешь, едешь, едешь. В бумажном варианте ты мог доехать до тракстопа отдохнуть. В электронном варианте, как у тебя только загорается, большая красная напись нарушения, водитель останавливается, независимо от того, где он едет, и отдыхает. А где-то полиция относится к этому лояльно, к стоящему на обочине грузовиком, где-то нет, потому что стоять так просто нигде нельзя. Раньше можно было стоять, например, возле супермаркетов, но в последнее время все супермаркеты, это частная территория, там подойдет охранник. Точно так же просит приехать, ему тоже по барабану, в электронном лоббуке. Теперь, что касается меня, скажем, у нас есть еще два водителя, но они временчики, они работают временно, но тем не менее. То есть, они же тоже должны заполнять, и я спросил у них, слушайте, так что будем делать-то? Ездить-то нельзя, а один из них убежден о том, что срок еще раз перенесен, и все нормально. Другой сказал, ну, босс сказал, все штрафы мои, значит, это его проблемы. Мы как ездили, так и ездим. То есть, весь январь я ездил по самому бортовому журналу, и послезавтра, когда я поеду, я поеду опять по этому журналу. Возможно, произошло следующее. То есть, все наши местные законодатели, они обращались, значит, в ДИУТИ с просьбой, то есть, они лоббировали принятие закона о том, что местные машины, которые не пересекают границу штата, чтобы они имели возможность сохранить бумажный ноутбук. Насколько я знаю, это всегда, все эти просьбы были отклонены. То есть, единый федеральный закон для всех. Вполне возможно, что я пропустил эту новость о том, что все-таки машины, которые работают внутри штата, скорее всего, им на какое-то время еще оставили. И именно поэтому мой босс такой спокойный, как у Дав. Он мне сказал, что это не мои проблемы, и если что-то будет не так, то это все пройдет в компанию. На моем пути, на моем маршруте, три поста ДПС, California Highway Patrol, которые я обязан проезжать. Чаще всего два из них закрыты, и третий 50 на 50. То он открыт, то он закрыт. То есть, в последнее время я объезжаю его. Просто-напросто я его объезжаю в сторону, или его большой круг, либо мне по нему не проехать. Потому что на нем как раз я и стоял два раза. Он может быть открыт в любое время суток. Никогда не знаешь, когда он открыт, когда он закрыт. Ну вот, пока ездим. Продолжение следует...